Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, всем привет! Значит, что мы решили? Мы решили, пока у нас высыхает, там бетон подсыхает, там особо не ходим, не шоркаемся по сараю. Все клетки высыхают. Занимаемся зернохранилищем, зерноскладом, мини-зерноскладом. И делаем с него площадку и подъем туда, в сарай. Своеобразную пандус такой делаем. Чтобы хорошо было выехать, допустим, с тачкой, с мешком. И туда отвезти удобно было, а не вот эти вот передряги. И также мы сделаем стяжку. У нас тут заливка была старая еще. Когда дом заливал фундамент, под тот дом фундамент. Оставался бетон, я его сюда вылил и так разровняли. Сделаем стяжку. И на стяжку будем вложить бэушную тротуарную плитку. Так же самое и та же плитка. Ту, что мы вложили на обойне. То есть мы хотим здесь и там как-то встретиться с той плиткой. Богдан таскает нам плитку, бэушку с того двора. Вон там Богдан. И он с того двора. Сюда эту плитку. И мы хотим ее так выложить в зернохранилище. И встретиться с той плиткой, площадкой. Ну как-то так. И в этом же ролику хотим все сделать. То есть и заливку, и положить плитку. К зернохранилище. Поэтому смотрим внимательно. Весь процесс. Пандуса нашего. От А до Я. Также, друзья, для кабинета купил телефон. Не новый, бэушный. Чисто для кабинета. Взял бэушку. Самсунг. Вот такой. И вот зарядка. Это будет лежать в кабинете. К чему я это все рассказываю? К тому, что я, ну уже в следующем видео, куплю сим-карту сюда. И это и буду выставлять его везде. Во всех комментариях закреплять свой номер телефона. И поставлю в списке о канале тоже номер телефона, который куплю. Тут сейчас симки нет. И будете кому надо звонить, уже будет телефон в общедоступном месте. В общедоступном. То есть возьмете кому надо и будете звонить. А то постоянно пишут, дай номер телефона. Мой просто, ну я же не буду на своем постоянно разговаривать. А тут я уже в кабинете, когда свободный, ответил на звонки. И на все другое. Ну и сейчас там дольем чуть-чуть, чтобы здесь встретиться. А я уже так просил отъеду, чтобы здесь все купить вот. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну а так друзья получается все Здесь Таким образом сошли на нет Но тут уже плитка покажет По куда будут выходить То есть по плитке будем определяться Потом где там может отрезать И так туда Там тоже стяжечку такую небольшую сделаем И там как-то перейдем Каким образом Пока не понятно Ну сейчас будем уложить плитку И покажем Как мы будем Туда переходить Так друзья Ася Ася иди сюда Ася наша оклеяла Нормально уже Бегается Мотается Играется Все нормально Было отравление Приходил ветврач Проколол Несколько ей уколов Короче отравилась она Может дохлую мышу съела Или еще что-то Да Аська И сейчас шкодничает Тягает он наши Киянку резиновую И метелочку Так что Что за Аську переживал Все нормально То не клещ был Сейчас начинаем Вложить плитку Саня будет плитку вложить А я Подпольниками Усилителем И подпольником Сейчас займусь Буду укреплять Чтоб не просветало Разберу дальше Чуть полы Ну и так дальше Будем делать Из этого Вагона Зерносклада Из Какашки Конфетку Будем делать Потом К наружке Подойдем Крышу сделаем Ну то уже будет А после То уже совсем Другая история По плитке У нас получается Что я особо Не умею Плитку вложить И Саня так само Мы он линию Начертили Вот так И примерно По заливке Идем Там плюс-минус А тут оно Не столь важно Ну получается Он еще и более-менее Вот так Начали вложить Бока обсыпем Потом песком Так же Кому надо Кому надо Продаю Виброрейку Виброрейка Я давно уже смотрел Когда еще себе Искал Эту рейку Это года Не знаю Сколько назад Ну сейчас Она Тысяч Двадцать пять Ну скажем так От семнадцати До двадцати пяти Или до двадцати Семи тысяч Виброрейка Я за десять тысяч Отдам Кому надо Виброрейку Можете купить У меня Рабочая Все нормально Фунциклирует За десять тысяч Отдам Кому надо Пишите В комментариях Созвонимся Заберете Так Богдан нам Наносит плитку И чистит Саньке Он уже Как получается Идет сюда На спуск Ну а я Немного Подразгрузил Еще вагон И И срываю Старый линолин Здесь набитый был И вот Хочу вот это все сорвать Разберу сюда Хотя бы центр Доски Вот эти Вот эту часть И Тоже Подкладываю Подупираю Чтобы оно держалось Потому что Вот эта часть Будет в основном Вот зерно Насыпью Тут сделаю Наборную перегородку И будет зерно Насыпью Также планируем Потом Здесь окно Откроем окно А самой рамы Нет Раму Переставим Туп Там хорошая На эту сторону Два окна И будем обшивать Все таки Я решил Обшивать Гипсокартоном И красить И кинем туда Свет И потом Перетягиваем Сюда Все мои Ящики Крупоружку Мою И так же Я заказал Крупоружку Сейчас человек делает За 6000 гривен Покруче чем моя Когда придет Покажу Потом сделаю Обзор Потому что Мне моей Когда большое Поголовье Ну ее хватает А вот сейчас На данный момент Моей группоружки Хватает А сейчас буквально На откорм Поставлю 20-30 штук Все Моя Уже Не вывозит Надо Чуть Помощнее Электрика У меня Только 220 Поэтому Та будет Покруче Чем моя Ну две Крупоружки Будет Короче Таким Занимаемся Вагон Сколько лет Тут простоял Сухой Там мне писали Не вздумай Гипсокартон Оно сырое Гипсокартон Тут я только Только вынес Простоял Сколько лет Это еще Когда я дом Строил И хороший Нигде Ничего Тут То ли ДВП То ли Что Хороший Вот это все Поубираем Лишнее И позашиваем Гипсокартоном Пошпаклюем И будет нормально Жек не было Вот этих щелей Дырок всех Ну а верх Покрасим Тут ласточки У меня живут Вот тут В прошлом году И в этом году Сделаем такую Полочку Для них И пускай Живут дальше Ну а так И чем удобно Мне Оно все рядом Отсюда Вы Вышел С тачкой И поехал По Аллейке Вот в сарай Отвез корм Он Чик И все Это все Потом Доработаем Вот так Вот здесь Вот срываю Линолеум Доска Вообще Новая Вся новая Сухая Как будто Только Только Положили Хотя Сколько лет Уже Все Сухое Я же В таких Вагонах На севере Семьи Жили И это Севера Привезенный В то Время Еще Вот так Так Друзья Ну вот Вечер Саня Снимает Себе На Першик Видео Хвастаться Юлиане Привет Передаем Она Тоже Смотрит Вечер Вечер Закончили Мы Площадку Вот Таким Вот Вот Таким Образом Она Получилась Все Положили Здесь Делали Такой Каскадик Небольшой И Там Тоже Такие Каскадики Типа Бордюрщиков С раствора И Там Яму Засыпали Песком Ну и Там Тоже Засыпем Уже Решили На завтра И Здесь Отошли Опалубкой Сантиметров Тринадцать Сделали Такую Заливку Типа Чтоб Не обваливалось Там Под низом Песок Подсыпка Заливка Короче Сделали Типа Тоже Как Парапет Вот А так Выходит Оно Все Хлама Я повыносил Самого Будущего Зерносклада Много Вот эти все Отрывал Все лишнее Все что было Тут надо Что перебрать Что выкинуть Короче Вот так Получилось Это что касается Площадки Сейчас мы Попробуем Проехать Тачки Увидите Как оно Будет Смотреться И пока Саня Залаживал Плитку С Богданом Я Закончил Вагон Перебрал Полностью Все Подпольники Три доски Таких Было Ну Можно сказать Очень плохих Я их поменял С опалубки Нашу Тридцатую Шалевку Как раз Подошла Тут А две И там Одна Там я тоже Подрывал Все Здесь Все Подрывал И здесь Ну короче Я все Все Швелера Где можно Подвалил Поставил По три Опоры Везде Хорошие Такие опоры Что можно Грузить Ого Также Окно Решил Уже Выпили Может быть Завтра Уже Сил нет Это по окну Это сторона Более-менее Вот это А эту Сторону Вот я Оборвал Где вообще Труха Была уже Она сухая Но давным-давно Сгнившая Это мы Меняли Еще Когда я Начинал Строиться Оцинковкой Обшивали Один край С той Стороны С наружной То есть Здесь я Свою вату Напихаю Что у меня Осталось Из сарая Триллона У меня Осталось Сделаю Обрешетку Из дерева И Пошьем Гипсокартон Эти окна Я убрал Они тоже Сильно Сгнившие Окна Тоже Я убрал Тоже Тут обрешетку Утеплитель И Зашьем Гипсокартоном Так же Что я решил По Доске Пополам Так просто Я укрепил Оно хорошо Крепко Но так просто Не пойдет Во-первых Много щелей Вот таких Сантиметров А здесь Где у меня Будет Перегородка Для Зерна Вообще Получилось Много Щелей Так Ну короче Получается Все мои Корма Которые Я буду Коватить Тута Мешать Все равно Корма Будут Рассыпаться И Оно Все Будет Уходить Под Низ То есть Собирать Там Мышатник Внизу Грубо говоря Корма Тута Все Будут Просыпаться Поэтому Я решил У меня С сарая Осталось Гипс Говорю Гипсокартон ОСБ Осталось Листов Наверное 8 Там Кусками Есть И целых 6 И 2 Листа ДВП ДВП Постелю Туда Подзерно Чтоб Не просыпалось А ОСБ Здесь Оно У меня Есть Его Покупать Не надо Оно Осталось У меня С сарая С потолка И Обошьем Гипсокартоном Ну то я буду Показывать Короче Вот так Все получилось Сейчас покажу Как вышло Крепкие Какие Вот Нигде Ничего Не ходит Все Полностью Все В трех местах Здесь Здесь И по центру И так Каждый Швеллер Я подвал И сделал Подпорку Подпоры Хорошие Поэтому Думаю Здесь Грузить Я не знаю Там Тон 20 Можно кидать И бочки Будут стоять Понад стенкам Здесь Две Крухоружки С ящиками То есть Получается Вообще Четко Перебрал Сделаем Будет Отличман Также Здесь Когда выезжаешь Тачкой Тут будет Дверь Метровая Одинарная И вот Без всяких Перепадов Без всяких Порогов Мы раз Вышел Надо сюда Поехал туда Спустился Надо в тот Поехал Спустился в тот Надо сюда Но в основном Сюда Все Пошел По аллее По аллее По аллее Поднялся Пошел Новый сарай Раз Все Уже в новом Сарае Какую-то Авоську Типа как В супермаркет Наготовил На утро Отвез Дал Свиноматкам Они же на норме Все И вечером Так само Утром Убрал И все И до следующего Утра И вода Здесь есть Воду не надо Ну вода Вернее Есть Будет вода Еще ее нету Но она будет То есть Только корма И мне удобно Вот Спускаюсь Удобно Хорошо Хоть тележку Хоть тачку И поехал Вот так Шик Шик И туда Так само Здесь Ходит И Боря И Аська Я их Позакрывал В том дворе А то Наступает На заливку Пускай Завтра уже Выпущу С того двора Пускай Бегает Тут Вот так Все получилось У нас Вот так потрудились Ну а теперь Надо Ну короче Надо и сараем Заниматься И это тоже Не выпускать Из вида Тоже делать Потому что Сейчас Туды и сюды И время Быстро летит И пойдет Уже Корма пойдут Надо брать Или с полей Или покупать Отходы Ну то есть Что дешевле И так же Деньги тоже Как бы не сильно Надо Тратить Надо собирать Для того Чтобы было В кублышке Лежали Какие-то Деньги Если появится Пойдет уборка Появится Корма Чтобы был Готов Я взять Что подешевле Кормлю я Всем подряд Что дешевле Ну я потом Покажу Что куплю У меня там Есть пару Наметок Уже Заранее Я как бы И готовлюсь То есть Сарай Сараем Это тоже Надо делать Короче По возможности И то И то Всего по чуть-чуть Очень Доволен Хорошо Получилось То есть Пока Перебиться С зерноскладом Пока нормально А там Насчет Постройки Ангара Будем Смотреть Буду понимать Надо Не надо Мне Что дальше То есть Ну у меня Есть Что дальше Ну не все Просто сразу Не все Карты Думаю Буду открывать Тут вообще Заливка Получилась Вон какой Толщины Отмостка Вообще Супер Все Друзья Всем пока Наш Сарай Бетон Высыхает Высыхает Потихоньку Вот у меня ОСБ Здесь Осталось Это то Что Поставалось С потолка Когда делали Вот здесь С куском Много Целого И так же Есть еще Сейчас покажу И так же Есть Вот у меня Еще лист ОСБ И два Листа Новых Толстых Еще советских ДВП Они покручены Были Ну то есть Валялись Как попало Я их придавил ОСБ Чтоб немного Выровнялись Чуть-чуть Подцерели Потому что Сильно сухие Были И выровнялись А потом постелюсь Туда в вагон Под пшеницу Здесь высыхает То есть И сюда Надо идти На все Не хватает Рук И возможностей Финансовых Поэтому Делаю все По возможности То что есть Стараюсь делать Чтоб не было Простоя Ну а здесь Все как обычно Вот так Телефон Который я Куплю Сим-карту И оставлю Потом вам номер Все друзья Всем пока Всем удачи Всего самого Самого Найлучшего Не падайте Духом Не опускайте Руки Мы даже И бетонную Мешалку Снаружи Внутри Помыли Снаружи Не помыли Уже Сил нету Ну нормально Вышло Так хорошо Еще даже Плиточки Немножко Осталось Сюда То не хватило Ее Чтоб сюда Добить Но на Такую Маленькую Площадочку Может там Я сделаю На уходе Все Всем пока Пока